Духовная жизнь Духовная жизнь Здесь вы должны понять само Вот это свойство Как оно выглядит И что оно из себя представляет Как созерцание И начнем мы с того Что такое зерцало Зерцало В общем-то в церковном языке Это как зеркало Зеркало обозначает И мы с вами Через церковный язык Осознаем себя Как отображающий весь мир Зеркало То есть мы Точно так же Как обычное зеркало Весь свет Мирской Отображаем Внутри себя И осознаем Но зеркало Металлическое Не осознает То что оно отображает Мы отображаем мир И мы можем Это отображение Через себя Принести Для других Вот это первое Значение Зерцало Второе значение Зерцало Вы видите В руках у архангела Иногда На иконах Сферу такую Прозрачную Вот эта сфера Тоже называется Зерцало И архангелу Специально Была Богом Передана Эта сфера Это зерцало Чтобы он Приблизился К человеческому Можно так сказать Состоянию И Пониманию Потому что На самом деле Это зерцало Было предназначено Прежде всего Для человека Зерцалом Можно так сказать После вдохновения Духа Святаго В него Обладал Адам И зерцало Это Способность Предвидения Предчувствия Отображения Духовного мира В своем Существе И Это то и есть Созерцание Вы слышите Прибавление Созерцание Созерцание И это прибавление Очень существенное Потому что Оно как раз Отличает Человека От Ангелов Потому что Если Зерцание Или Зерцало У ангела Может быть То есть Он тоже Может Предвидеть И Видеть Прошлое Будущее Видеть Духовный Свет Он это Может Если у него Имеется Это зерцало Но Со Обозначает Еще Чувствовать Чувствовать Со Чувствие Помните Со Зерцание Со Причастие Со Участие Вот это Со Зерцание Обозначает Что что-то Вместе С тем Что вы Видите Свет Духовный А светом Духовным Называет То что мы Должны Увидеть Духовным Сердцем Это И есть Эмоция Чувство Ну По русски Чувство Переводя Опять на Какой-то Язык Это Эмоция И Созерцание Это Зеркало С эмоцией Так Можно Перевести Наше Состояние Отображение Этого Мира Когда Мы Занимаемся Созерцанием Созерцанием Духовный Мир Только Созерцается Никаким Ушами Глазами И всем Остальным Духовный Мир Не Воспринимается Он Только Созерцает Душой И Прежде Всего Отображается Эмоцией Эмоцией Чувством Чувством Давайте Я вам Обещал Изречение Святых Отцов О созерцании Почитать И Маленечко Объяснить И знаете С чего Я решил Начать С Бачки Серафима Что он Сказал О созерцании И Он Высказал Следующее Когда человек Созерцает Внутренний Свет Вечный Тогда Ум Его Бывает Чист И Не Имеет Себе Никаких Чувственных Представлений Но Весь Будучи Углублен Созерцанием Несозданной Доброты Забывает Все Чувственные Не Хочет Видеть И Себя Но Желает Скрыться В сердце Земли Только Бы Не Лишиться Этого Истинного Блага Бога Вот такая Фраза У батюшки Серафима Которая Нам Говорит О его Высшем Можно так Сказать Углублении Созерцание Которое Он Осуществил Через Свои Молитвенные Стояния Через Свой Затвор А мы Помним Что он 12 лет Находился В затворе Ни с кем Не общаясь Ни с кем Не разговаривая И никаких Отношений Ни с кем Не имея И в принципе Вот это Как святые отцы Рассказывают И есть Главный путь К созерцанию То есть Молчание Уединение Молитва Пост И другие Аскетические Упражнения Или подвиги Вы можете их так назвать Они ведут Как раз К тому Что открывается Созерцание Но Как ни странно Оно же открывается Через Деятельность Мысленное Созерцание Есть естественное Ведение Присоединенное К естественному Состоянию И оно Называется Естественным Светом Исаак Сирен Невиневийский Нам сказал То есть Исаак Утверждает Что это Естественное Состояние Человека Не надо Больших Каких-то Упражнений Не надо Чего-то Такого Не надо Удедения И все остальное Это естественно Для человека Почему же Тогда Это естественное Мы Все не имеем Да еще Вот должны Разговаривать О том Что надо Как-то Это К себе Вернуть Где В какой Момент Мы Это Естество Своё Потеряли И все Очень просто С этим Естественным Состоянием Рождается Ребенок Дети До Определенного Времени Имеют Только Созерцательное Мышление Или Интуитивное Мышление Наука Сейчас Называет Это Мышление Интуитивное У него Нет Логического Мышления Потому что У него Нет Набора Инструментов Для Логического Мышления То есть Нет у него Языка Нет у Него Образов Нет у Него Понятий Которые Эти Образы Называют Языком Нет у Него Знаний Поэтому Рожденный Ребенок Считается Вот Что он Находится В этом Интуитивном Или Созерцательном Мышлении Ну Одни Утверждают До Семи Лет Некоторые Утверждают Что До Трех Лет Давайте Считать Как бы Канонически Что До Семи Лет До Семи Лет Он Осваивает Язык Вот Эти Понятия Вот Этот Мир И У него Еще Остается Вот Это Интуитивное Или Созерцательное Мышление Ну Наверное Пятьдесят На Пятьдесят До Семи В Семь Лет Сейчас У Некоторых Позже Потому Что Вот Осознание Информации Которая Тебя Окружает Для Полноценности Своего Существования Сейчас Больше Сейчас Нужно Больше Иметь Информации Чтобы Понять В Каком Мире Ты Живешь Но Абсолютно Точно Можно Говорить Что До Преобладание Созерцательного Мышления Интуитивного Мышления У ребенка Абсолютное Абсолютное Больше Того Мы Сами Перестаем Осознавать Что Ребенок Нас Не Слышит До Трех Лет Мы Думаем Что Мы С ним Разговариваем Мы Думаем Что Он С Нами Говорит А В Два Года Там Практически Все Дети Начинают Говорить Но Некоторые Сейчас Задерживаются И Состояния И Оно Опять Ж Связано С тем Что Созерцательная Часть У Этого Ребенка Еще Сильна Так Вот Что Он Созерцательной Частью Своим Умом Созерцательным Своим Мышлением Созерцательным Слышит В этом мире Слышит Давайте Так Все Так Обозначим Он Слышит Эмоцию Эмоцию Он считывает Эмоцию Со всего Что Происходит Ему Говорим Языком Своим А он Слышит Нашу Эмоцию Мы Показываем Ему Игрушку А он Ее Видит Как Эмоцию Мы Даем Ему Животное А Животное Для него Неясное Образ Что тут За мех Что тут За хвост Ну это все Для него Это эмоция И вот этот Эмоциональный Мир Это и есть То созерцание Которое Нас Все время Приглашает Господь Будьте Как дети Будьте Как дети Вот Это И есть Начало Духовной Жизни Когда вы Начнете Мир Воспринимать Не как Слово Не как Понятие Не как Знание А как Эмоция То вы Прикоснетесь К этому Духовному Миру Больше Того Смотрите Давайте Я вам Исаак Сирин Ниневийский Еще раз Его фраза Все Созерцания Какие Язык В состоянии Обнаружить В телесной Области Суть Мечтаний Душевных Помыслов А не Действий Благодати Переведу Очень важная Фраза Все Созерцания Какие Язык В состоянии Обнаружить Со мной Разговаривают Ангелы Говорят Некоторые Люди Ко мне Приходил Святой И говорил Мне Что-то Мне Приснился Бог И мы С ним Разговаривали Вот это И есть Обнаружение Языком А здесь Имеется Ввиду Язык Как Вся наша Система Воспринятие На языке Языком Каким-то И отображение Мира То есть Наше Логическое Мышление Это И есть Язык У Исака Сирина И вот Все Что мы Можем Услышать Как бы Из того Мира В форме Языка То есть Разговор Иногда Отображают Некоторые Мне приснился Текст Вот Особенно Любят Этим Пользоваться Поэты Вы же Не раз Слышали Что вот Да Мучился Мучился Лег Спать Проснулся Посередине Ночи И все Стихотворение Написал Вот это Обнаружение Языком Обнаружение Слова Внутри Себя Так вот Это Не Интуиция Не созерцание Не благодатное Созерцание А это И есть Это Ображение Вашего Воображения Или Вашего Подсознания Некоторые Говорят Значит Такие Ученые Как Фрейд Или Юнг Не помню кто Он Называл это Супер Эго Или Супер Я У нас Это Называется Сознание Дух Можете Назвать Это Духом Так вот Дух Наш Может Оказаться Фантазером Может Оказаться Мечтателем Может Оказаться Творцом Вот этого Слова То есть Этот Поэт Думает Что О Откуда К нему Пришлось Стихотворение Ничего Подобного Вот этот Дух В нем Он Все это Отобразил Сочинил Ему Выдал Выдал Как Я вот Лично Люблю Изобретения Всякие То есть Мне нужно Решить Какую-то Задачу Я Думаю Думаю Вечером Как мне Нужно Это Сделать Там Какой-нибудь Очередной Я уж извиняюсь Чего Не знаю Ну столик Или Приспособление Какое-то Я ложусь Спать Как Кто там Эдгисон Так же Делал Да Изобретал Точно так же И Утром Раз Готовое Решение Я знаю Что Дух Или Мое Сознание Все Мои Факторы И все Мои Значит Эти Собрало И Выдаёт Мне Решение Но В духовной Жизни Это Прелесть Прелесть Вот В духовной Жизни Нельзя Этим Пользоваться Потому что Вы Можете Попасть В прелесть И думать Что Вы Уже Все Созерцаете Со всеми Общаетесь Все Со всеми Разговариваете А это Не так Поэтому Бойтесь Созерцания В котором Есть Слово В котором Есть Восприятие Языком Системы Языковой Того Что Вы Увидели Эмоция Нужна Только Эмоция Эмоции Вас Не Обманет Поскольку Эмоции Вот это Зерцало Оно В руках Только У хорошего Ангела Плохому Ангелу Не дано Зерцало Он Может Вас Напугать Вот это Эмоции Страха Всегда Не Духовные Потому что Господь Начинается С любви Еще раз Вам Зачитаю Эту фразу Сперва Должна Приобрести Любовь Которая Есть Первоначальное Созерцание Святой Троицы А после Того И Бездеяние Естественно Будет Созерцание Духовное То есть Сначала Любовь А Любовь В страхе Не бывает Поэтому Будьте Как Дети Любите Пресвятую Троицу Ну и Начинайте Слушать Эмоцию Созерцать Начинайте Она Есть Везде Если Вы живете Безэмоционально Воспринимаете Мир Без эмоции И Просто Как Картинку Можете Восхищаться Этой Картинкой Или еще Что-то То У вас Неполноценное Восприятие Мира О том Что такое Настоящее Восхищение Мы будем Дальше Разговаривать А пока Всего вам Доброго Здоровья Вам Радости Вы еще Услышите О том Что Только Радость Отображает Ваше Отношение К Богу Правильное И Говорит о том Что вы На правильном Пути Но К этому Мы еще Вернемся Здоровья Вам Радости Аминь